Сносить нельзя, помиловаясь. В Москве за два часа уничтожили ДК «Октябрь» в Щукино. И это первый случай за год с лишним, пока Москвой управляет Сергей Собянин, когда в столице уничтожают памятники архитектуры. ДК «Октябрь», построенный в 1937-м, было последним сохранившимся в Москве деревянным довоенным зданием в стиле конструктивизма. Два года назад его рекомендовали к постановке на государственную охрану как объект культурного наследия. Правда, сделать этого так и не успели в конце октября. В Доме культуры произошел сильный пожар, что часто бывает со зданиями, которые хотят снести. Точные причины возгорания неизвестны. Самое странное в этой истории то, что Дом культуры снесли сразу же после заверения Сергея Собянина пересмотреть политику и более внимательно решать вопросы о сносе тех исторических объектов. Пошел ли Собянин по пути Лужкова? Обсудим с гостем в студии. С нами за столом сегодня Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Рустам, скажите, пожалуйста, как вы считаете, это уже тенденция не переломить ситуацию? Да, я сразу должен поправить, что в течение года, что правят новое руководство Москвы, счет идет все-таки за десяток уже, да. Безусловно, это усадьба Шаховских с Геликоноперой, Соборная мечеть и многие другие не столь известные случаи. Что касается ДК «Октябрь», то это, конечно, очень характерный пример того, что ожидает, так называемый, заявленный или рекомендованный на охрану памятник, если органы охраны памятников не делают свою работу или делают ее с опозданием. Потому что, действительно, экспертиза по этой заявке могла быть проведена раньше. Она до сих пор не завершена. Но пожар застал ситуацию вот в этой стадии. Экспертиза проводилась. Об этом есть письмо в адрес префектуры Северо-Западного округа из Департамента культурного наследия. Это письмо у нас есть. Так что слова чиновников Северо-Западного округа о том, что здание не имело статуса, не соответствуют действительности. Здесь прямо говорится, что объекты рекомендованы на государственную охрану и по федеральному закону подлежит сохранению, особенно в случае таких форс-мажорных обстоятельств, как пожар. Потому что пожар или иной ущерб, нанесенный потенциальному памятнику, это повод принять специальные меры для сохранения того, что осталось, а вовсе не для сноса. И не для каких-то осуждений технического характера, сделанных на глазок. А кому-то очень понадобилось это место? Говорят, что уже несколько лет, как этот участок то ли куплен, то ли может быть куплен, планировался снос Дома культуры несколько раз. И местная общественность смогла его защитить. Собственно, рекомендация на охрану подана не сегодня, и подана она местными депутатами, муниципальными депутатами. То есть два сценария. Был пожар, и теперь город должен, или кто должен выделить деньги для того, чтобы восстановить? Сергей Собянин на заседании специально сказал, что ДК «Октябрь» должен быть восстановлен. Но вопрос доложили ему неполным образом. По стенограмме, которой мы располагаем, получается, что департамент культурного наследия вообще не подавал голос. То есть мэр не имел вводных в полной мере. Ему не было сообщено, во всяком случае, в тот момент о действительном охранном статусе здания. И дальше начинается толкование. Что такое восстановить? Для градозащитников восстановить – это восстановить в реставрационном режиме. А это означает сохранить или постараться сохранить то, что не погибло. Дом имел форму буквы «Ю», это так, если совсем по-простому, кружок – это зрительный зал, коридор, соединявший его с уличной частью, и уличная часть, такая протяженная, где работали кружки, секции и администрация. Вот эта уличная часть, то есть парадный фасад клуба, он-то и сохранился, он-то и был уничтожен теперь. Если мы говорим о восстановлении, то мы должны сначала разработать концепцию, не говоря уже о проекте, и только затем осносить то, что сохранилось. Потому что на место должны прийти, во-первых, технические эксперты, которые могут сказать, подлежит ли сохранению существующий объем, или он должен быть восстановлен в новых материалах. Во-вторых, архитекторы, архитекторы и реставраторы, которые должны исследовать здание, по крайней мере обмерить его. Сейчас, если концептуально будет предложено воссоздание дома в прежних объемах, придется пользоваться чем? Ракурсными фотографиями. Искать проект 36-го, 37-го года. А вы думаете, что еще будет восстановлен? Мэр говорит именно об этом, о восстановлении дома культуры за счет города. И об этом же сегодня говорила префектура. Спрашивается, зачем уничтожать подлинник, не исследованный, не изученный детально. Наверное, просто в надежде, что, конечно же, не будет восстановлено. Так, чтобы облегчить исходные условия дальнейшей деятельности. Могут сказать, что по этим фотографиям восстанавливать не имеет смысла. И невозможно, и ничего не получится. А вдруг раз и бизнес-центр класса. Да, да, да. Ну что-нибудь. Ну что-нибудь. Гостиница. Но вы знаете, главное... Кто виноват в итоге? Вот формально, кто... Решение это принято префектурой Северо-Западного округа по ее собственному признанию. Префектом, заместителем префекта, который был на месте с носа сегодня утром и отказывался от общения. Но я бы не снимал... Какой-то многострадальный Северо-Западный округ. Да, но я бы не снимал ответственность с департаменту культурного наследия. И вот почему. Я уже говорил, что здания, рекомендованные на охрану, или, как мы их коротко называем, заявленные, это огромный пласт московского наследия. Сколько? Есть еще выявленные, то есть те, которые прошли экспертизу и ждут решения мэра об отнесении к региональному. Легче считать вместе. Вот эти две промежуточные категории превысили 2000. Я специально сегодня выписал. У меня получилось по сайту Москового наследия. 2092. Разделить четко заявленные и выявленные на каждый момент времени по числу трудно, потому что каждый день пишутся экспертизы по заявке. Ну, то есть еще может быть, не дай бог, быть 2092 пожара. Еще в 2010 году заявленных в этих 2000 было больше, чем выявленных. Сейчас прошедших экспертиз выявленных больше, чем заявленных. Но те и другие находятся под угрозой. И вдруг мы обнаружили, что Мосгорнаследие не хочет заниматься заявленными памятниками. Оно никак публично свою позицию не выработало. Да, есть вот эта переписка между Мосгорнаследием и префектурой. Да, вот мы ее добыли. Но за эти дни мы не смогли добиться внятной позиции того органа, который по федеральному закону отвечает за охрану зданий, обладающих признаками памятников. Больше того, в положении так называемой сносной комиссии, это недавняя история. Помните, сносная комиссия, которая больше 3000 зданий приговорила к сносу, с позором и треском распущена и сформирована под новым названием. Так вот, в положении, утвержденном мэром, об этой комиссии наблюдается дальнейшее сбрасывание полномочий Москомнаследием. На вот эту межведомственную площадку, где чиновников в несколько раз больше, чем общественников, на эту межведомственную площадку просто сбрасывается полномочия за полномочиями. Абзацы из полномочий Москомнаследия, из одного постановления, переносятся в постановление об этой самой комиссии. Абзацы. Почему-то межведомственная комиссия теперь должна советовать мэру принимать выявленный памятник на региональную охрану или нет. Хотя это исключительная полномочия в Москомнаследии. А там известные какие-то люди в этой межведомственной комиссии? Большую часть составляют чиновники, а общественники делятся на общественников и общественников в кавычках, в очень интересной пропорции, чтобы было интересно и не скучно наблюдать, как они сражаются друг с другом. Вот если эта тенденция возобладает, то заявленные и выявленные памятники остаются в серой зоне и, больше того, совершенно в нее проваливаются. И тогда становится непонятно, кто эта полномочия подбирает. Сегодня ее подобрала северо-западная префектура, а это незаконно. Незаконно. Тут просто кажется, что должна быть некая такая идеология общая. Вот как в некоторых городах Европы, чтобы чиновники, которые этим занимаются системно, получали кайф от того, что они сохраняют город. В частности, да. Вот просто вот как вы, например, да, как общественники. А может быть, я не просто, понимаешь, когда у тебя стоит вопрос между получать кайф от того, что ты сохраняешь город, либо получать миллионы за то, что ты его не сохраняешь, наверное, тяжело отказаться. Спасибо. С нами в студии был Рустам Рахматуллин, координатор движения Архнадзор.